Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске встреча с депутатами Западной Армении. Проблема питьевой воды в Арцахском Бердаше не решается, но еще многое предстоит сделать. Гигантские обломки скал перекрыли дорогу из-за оползня в Ваня. Давид Бабаян и Фрэнк Полона обсудили ситуацию в Арцахе. Турция отправила в Украину вторую партию Байрактар в течение недели. Культура в Западной Армении – музыка. Таяние снега на горе Арарат интерпретируется как приход весны. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Гостями на телевидении Западной Армении граждане из оккупированной Западной Армении, в том числе депутаты Западной Армении Миграм Паркич и Саак Мутофян. В беседе принял участие президент Арменак Абрамян, который принял весьма активное участие в обсуждении поднятых вопросов. Миграм Паркич – активист, писатель и издатель по вопросам армян Дерсима, проанализировал свою работу в положении армянского народа Западной Армении, а также ряд политических и социальных вопросов. Депутат Саак Мутофян, касаясь российско-украинского конфликта, заявил, что они как граждане Западной Армении сохраняют нейтралитет в этом вопросе. Основной сферой занятости населения Бердашенской общины Мартунинского района Арцаха является сельское хозяйство. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Бердашена Армен Абалян. У общины есть большие виноградники. Осенний сев выполнен на 588 гектаров. Развито птицеводство, сказал Абалян. По его словам, в общине проживает 1233 человека. После войны в селе поселились шесть семей вынужденных переселенцев. В ходе 44-дневной войны село подвергалось интенсивным обстрелам. «У нас проблема с питьевой водой. На данный момент строится новая артизинская скважина», сказал он. В провинции Ивам, Западной Армении, огромные скалы, сорванные оползнем со склона горы, перекрыли шоссе. К счастью, в момент происшествия автомобиль на дороге не было. Примерно через два часа работы камни были убраны и дорога была открыта для движения. Состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с сопредседателем Комитета по делам Армении и Конгресса США Фрэнком Полоне. Были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием Азербайджана арцахского конфликта, ситуация в Арцахе, последние геополитические события. Давид Бабаян подчеркнул, что агрессивная политика Азербайджана и Турции представляет собой серьезную угрозу региональной безопасности, и если не будут приняты соответствующие меры, последствия будут необратимыми. Министр иностранных дел поблагодарил конгрессмена Полона за постоянную поддержку Арцаха, за признание геноцида армян и за борьбу против его отрицания. Тяжелый военно-транспортный самолет украинской авиакомпании приземлился в польском аэропорту из Турции. Есть уверенность, что речь идет о новой партии ударных беспилотников в Эрактар. Об этом сообщает Авиапро. Они могут быть доставлены в Украину из Польши транспортом в течение нескольких часов, говорится в сообщении. Несколько дней назад Турция объявила, что Украина покупает беспилотники у частной компании. Отметим, что несколько дней назад в ВСУ поступила очередная крупная партия турецких беспилотников летательных аппаратов «Байрактар». Напомним, что во время 44-дневной Арцахской войны такие же беспилотники поставлялись преступному Азербайджану. Западная Армения – древняя страна, богатая культурой, родина мировых шедевров. Прекрасной частью этой культуры является армянская народная музыка, восходящая к древним временам. Армянская музыкальная культура известна во всем мире благодаря Камитасу, Араму, Хачатряну, Саятнове и другим талантливым детям армянского народа. И сегодня армянская музыка покоряет сердца благодаря звукам армянского музыкального инструмента дудука. Армянская народная музыка также оказала значительное влияние на развитие мировой музыкальной культуры. Снег ледяных участков у подножия горы Арарат высотой 5137 метров покрытых снегом растаял. Температура воздуха поднялась примерно на 20 градусов, и природа начала оживать вместе с тающим снегом. Местные жители интерпретируют таяние снега на горе Арарат как приход весны. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с мира!